Жители и гости Анапы, казаки, представители администрации города традиционно собираются в сквере Боевой Славы 23 января, чтобы всем вместе дать торжественный старт месячнику обороны массовой и военно-патриотической работы. Маленькие казачата, кадеты, школьники и студенты. В этом году, как никогда, митинг собрал очень много молодежи. Почетными гостями, конечно, стали ветераны. Сегодня к скверу прибыли и участники автопробега ДОСАВ по местам Боевой Славы Анапы, курсанты Института береговой охраны ФСБ России и ветераны боевых действий. Удивило лишь, что среди такого количества людей в форме, объединенных общим духом патриотизма и уважения к истории нашего города воинской славы, не было первых лиц силовых ведомств. Всех собравшихся в сквере приветствовали глава города-курорта Сергей Сергеев, депутат ЗСК Николай Иванюшкин, председатель Совета ветеранов Анатолий Гапонов. Я уверен, что в год Великой Победы, в год юбилея Великой Победы, 70-летие, это мероприятие не закончится через месяц. Оно будет продолжаться, и из тех молодых людей, которые принимают участие здесь, которые примут участие в наших школах, в других учебных заведениях, вырастут достойные люди, достойные защитники Отечества. В течение месяца в Анапе пройдут десятки мероприятий военно-патриотической направленности, среди которых честование ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, шефские выездные концерты в войсковых частях Анапского гарнизона, уроки мужества в школах и гимназиях, спортивные соревнования, демонстрация фильмов героико-патриотической направленности и многие другие. Мы планировали и проводим мероприятие, чтобы дети, например, викторины на тему воинской славы России и Кубани, сочинения на тему «Наша малая родина Кубани и ее герои», чтобы дети интересовались, покопались, в библиотеку зашли, покопались в литературе, нашли источники, кто наши герои. Нам надо, у нас много, страна героическая у нас, народ героический, но надо, чтобы знали историю своего родного края. В рамках месячника управления по делам молодежи, молодежным центром 21 веке, патриотическим центром «Ратмир» у нас запланирована масса мероприятий, спортивной направленности, допризывной мероприятий в рамках допризывной подготовки молодежи, творческой. Николай Иванюшкин поблагодарил Сергея Сергеева и депутатов Совета за поддержку предложения присвоения новому участку набережной имени Николая Кузнецова, адмирала флота Советского Союза. Также Николай Егорович предложил установить на курорте памятник легендарному главнокомандующему ВМФ. 356 наших земляков удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Вечная память героям, отдавшим заочистнув свою жизнь. В сквере славы наступила минута молчания. После залпа к вечному огню возложили венки памяти от губернатора Кубани Александра Ткачева из ИСК, от участников автопробега, казаков и всех благодарных анапчан. Цветочные корзины также возложили к памятным знаком воинам, погибшим в Афганистане и в Чеченской республике. Красные гвоздики на плитах братской могилы – как символ вечной памяти и скорби о погибших. Бессмертный подвиг тех, кто не вернулся из боя.